Всем привет! В этом видео я расскажу, как поднять дешёвую отладочную плату на ПЛИС. Цены на отладки с ПЛИС начинаются от нескольких тысяч и доходят до сотен тысяч, что для ознакомления с ПЛИС достаточно дорого. Но есть более дешёвый метод, это купить плату управления от блока майнинга Adminer S9. Я купил эту плату на Авито за 700 рублей. Желательно проверить плату у продавца, подключив питание. Должны загореться два отдельных светодиода и четыре светодиода в отдельном ряду. Помимо платы также понадобится блок питания с выходом 6 пен. Можно взять со старого компьютера, можно взять на Авито. Я купил на Авито за 400 рублей. Также нам понадобится программатор. Это единоразовая покупка и подойдёт к любым кристаллам фирмы Xilinx. Также, соответственно, нужно запаять гребёнку для JTAG, состоящую из двух рядов, по 7 контактов с расстоянием 2 мм. Данную деталь можно купить в чипе-дипе. Запаиваем JTAG на месте J10. После запайки можно программировать плату. Подключаем блок питания к плате, подключаем программатор, включаем блок питания, замкнув зелёный и чёрный провод на длинном шлейфе блока питания. Открываем Vivada, открываем Hardware Manager, OpenTaget и ждём, пока обнаружатся ПЛИСА. Всё, видим, что обнаружилась ПЛИСА и процессорная система. Также, чтобы использовать только ресурс ПЛИСА, нужно напаять осциллятор и необходимую обязку к нему. На плате осциллятор находится между названием и цинком. Смотрим обозначение элемента на шелкографии. Это Y2. Берём схематик, ищем Y2 и видим, что помимо осциллятора необходимы также резисторы на 4,7 кОм, на 33 Ом и конденсатор на 0,1 микрофарад. Сам схематик можно найти, просто загуглив название платы. Чтобы найти подходящий осциллятор, вбиваем в поиск SMD SOC 3. При пайке обращаем внимание на расположение первого пина. Либо на лицевой стороне есть точка, которая показывает, где первый пин. А если её нет, тогда определяем первый пин по скошенной поверхности контакта.